Сегодня я должен был по поручению президента отбыть на открывающуюся сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в составе российской делегации. Нас пять человек во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым. Но третий год подряд я один не получаю американскую визу. Связываю это с тем, что постоянно в мировом информационном политическом пространстве обличаю роль Соединенных Штатов как главной мировой силы, ведущей человечество к деструктивному миропорядку. Новый коварный враг белорусского режима Соловьев увольняет Путина и православная пластическая хирургия от РПЦ. Вот о чем будем говорить. Не забывайте подписаться на канал. Меня зовут Алексей Бурлаков. Поехали. Итак, стало понятно, почему белорусское ПВО не сбивает российские шахеды, которые залетают со стороны Украины, ну или со стороны России, тут уже не важно. Они все заняты, потому что они ловят покемонов. Вообще, главный враг белорусского генштаба в том, что они устарели примерно как Сега, которую, видимо, они только продали на прошлой неделе. Давайте возьмем игру Pokemon Go, да, лет там 10 назад, она очень популярна. В чем заключался смысл? Все подростки и дети сидели на каком-то приложении, включаешь камеру, дополненная реальность и ищешь каких-то покемонов, редких, собираешься в коллекцию. Где было больше всего покемонов в то время, как вы думаете? На территории 50-й авиационной базы, где взлетно-посадочная полоса, где куча военной техники авиационной, там больше всего было покемонов. Анатолий, ты не разветный? Ну а пока кто-то ловит покемонов, кто-то ловит отходники. Как всегда, вы, наверное, поняли, что речь идет правильно о Марии Захаровой, о главном официальном представителе российского МИДа. Они должны в первую очередь бить в колокола. Но, как мы с вами сегодня сказали, цитируя девочку, выжившую в концлагере, давайте напомним, воля парализована, отшиблен разум. Соловьев в эфире выдал нечто из разряда «дважды два равно огонь». Прямо в телевизоре предложил отправить Путина в отставку. Ну, правильно, мы что-то только что собрали танки на болтах, ракеты на скотче, и коррупция так разрослась, что сама себя уже съела практически. Видимо, Соловьев решил, что пора менять главного конструктора во всей этой богодельне. Или это была шутка. Но его шутки давно уже страшнее правды, и за такие шутки в России можно очень долго изучать именно те места в России, куда еще не ступала нога человека. Не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мыши. Поэтому давайте уже переходить конкретно на решение. Если для этого необходимо, чтобы была отставка Верховного, ну... Вы его выбирали, чтобы в отставку его отправлять. Сам же Соловьев, услышав, что сказал, испугался. Налицо явная пропагандистская авария, сбой программы. Как говорят мои друзья, я понимаю, что я человек... Ну, как бы не по моей зарплате такие решения принимает. Видимо, какой-то сбой на суфлёре. Ну, не бойтесь, того, кто управлял суфлёром, уже казнили. В дело вступает протеерей Ткачёв, который явно претендует на премию в номинации «Лучшая проповедь в стиле средневековья». Хотя и там пластической хирургии пока еще не было. Вот в чем схожесть с Россией. Там не было технологий, и тут теперь нет технологии. Этот модернизатор духовности заявляет, что если женщина не кормила грудью, то и грудь ей, собственно, не особо нужна. Отличный план. Теперь у женщин есть выбор. Или рожать, или хирург уже выехал со всеми инструментами. Со сцени кормившая и утроба не рождал что-то. Истинное наказание грешнику за его многие совокупные грехи. Женщине дана утроба, чтобы рожать. Грудь дана, чтобы кормить. На всю жизнь прожила, не кормила грудью. Зачем эта грудь ей нужна? Лучше бы ты была мальчиком. Ну правильно. Зачем бесполезное все? По логике Ткачева, если не использовал, значит не пригодится. Тогда нужно готовить огромные склады для мозгов россиян, которые голосовали за Путина. Ну то есть, если ты, например, не читал Библию, значит она тебе не нужна. Ну вот сенатор Скаковская, фамилию которой мы узнали, скорее всего, только недавно, когда увидели это видео, ударилась в борьбу с настоящим врагом российской нации. Тетрадкой. Человек в ушанке, а язык у него в цветах российского флага изображен на этой тетрадке. И такого неописуемого издевательства просто не видел никто долгие годы. Вы знаете, я как филолог вот видеть такую тетрадку совершенно не могу. Потому что воспитанные на классической литературе. Мы воспитаны на тех примерах, для которых вот это изображение просто неприемлемо. Вообще несоответствие никаким канонам, на мой взгляд. Мы сразу же, конечно, приняли меры. Естественно, эти тетрадки изъяты из торговли. Вы знаете, расстраивает другое. Что эти тетради прошли издания, редакторы посмотрели на эти тетрадки. Кто-то же сверстал эти тетрадки, кто-то изготовил. Понятно, что весь цикл уже прослежен и работа ведется. Нарушение закона здесь и о государственном флаге Российской Федерации, как вы видите. И нарушение всех этических норм и правил, к которым вообще привыкли граждане нашей страны. Хочу сказать, что великие классики всегда отмечали, и наши учителя всегда говорили, что ребенок воспитывается сначала наглядно. Дорогие друзья, не волнуйтесь, сенатор защитит вашу психику и весь русский народ. Это же не ушанка, это символический удар по всем устоям страны. Каковская, как филолог, заявила, что этот шедевр должен быть запрещен немедленно. Зачем мужику в ушанке язык? В России язык не нужен. Даже если этот язык окрашен в цвета российского флага. Слушайте, может ее саму лучше фиологически как-то отправить в отставку? Ведь ее реакции хватает только на борьбу с тетрадками. В принципе, Госдума и занимается подобными странными вещами. То они выдумают организацию, международную организацию ЛГБТ, и запретят ее потом. То они вот с тетрадками начинают бороться. Но не с реальными проблемами в школах. Там, кстати, не так давно кто-то кого-то забил молотком. Но это ж не мужик в ушанке с языком в цветах российского флага. Ну и ладно. Главное, чтобы школьникам объяснили, что такое настоящая цензура. На личном примере с Каковской. Тем временем в Кремле переживают нервный срыв от того, что Зеленский в очередной раз поехал в США. Кажется, что там просто злорадствуют и ревнуют, как бывший, который забыл, что его бросили. Как так? Почему этот Зеленский опять летает? А мы тут сидим и плетем лапти под санкциями. Летать-то опасно. В условиях запредельного низкого уровня его поддержки населения он испытывает животный страх лишиться власти, потому что понимает, что его ждет расплата за все эти преступления, которые совершил наконец-то поступок. Надеемся, что Кремльский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, чем он уже близок, не столкнуть наш мир, почему я его не просто. Для этого ему следует как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного регулирования украинской кризис, а не скатываться все время каким-то нереалистичным ультиматумом, планом победы и тому подобное. Конечно, ведь на Западе обещают не только помощь, но и конкретные результаты, а тут только запреты, ограничения и советы, как правильно Родину любить, чтобы ничего не взорвалось. Критика и оскорбления – это разные понятия, и поэтому, конечно же, власть передолжна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика людей, критика населения, потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям, они служащие, госслужащие. Песков выдает классическую сказку – критиковать власть можно, но только так, чтобы никто из власти об этом не услышал. Мол, власть работает на благо народа, поэтому критиковать надо как-то деликатно. Прямо как хирурга, который перепутал аппендицит с кесаревым сечением. Мы служащие, говорит Песков, но, конечно, они служат, только вопрос – кому? Вон РПЦ тоже служит, но грудь предлагают резать. Страна сгорела уже несколько раз, а Песков все о критике рассуждает. Словно он кандидат на премию мира, Нобелевскую премию мира. Ну, хотя, кто знает, может, он уже готовит закон о том, как правильно подавать жалобы в администрацию президента. Пункт первый – писать шепотом. Пункт второй – сжигать письмо сразу после написания. Пепел съесть. И извиниться. На камеру. А давайте построим на новоземельском полигоне ядерном копию Лондона. Пусть будет просто Сити. И еще Вашингтон. Вот этот центр, есть колонны, Белый дом, вот эта центральная часть. И проведем учения, потому что эти люди, прежде всего, британцы. Они действительно сидят в луже. А если не успеем построить, то... Я думаю, две-три недели. Тысячи мигрантов, которые сейчас не хотят покинуть на городу, возведут из фанеры. Центр-сити будет, и Букинбершный дворец, и Биг Бен. Все это полетит синим пламенем. И так красиво полетит, что мир уже снется. Это мне так кажется. Возможно, этого и не надо делать. Но мне кажется, что надо. Почему россияне все хотят переписать, поменять, переделать? Почему и всегда все не устраивает? Почему все нужно менять? Причем в тех вещах, о которых даже не задумывались. Додумывались, ну, казалось бы, ну, мужик, ну, в ушанке, ну, с языком. Ну, не знаю, снимите ушанку. Может, как-то сделайте что-то, чтобы вас по-другому воспринимали в мире. Потом, живут они в мире, где чистый лист воспринимается как буквально. Потому что чистый лист может быть только у богатых людей. Ну, санкции, все такое. Сначала стерли Конституцию, теперь добираются до реальности. Каждое утро просыпаешься и не знаешь, что сегодня придумают власти, кто, собственно, у власти из одиннадцати Путиных. Или все-таки Соловьев. Проповедует ли снова Ткачев, или снова расскажет, что женщине лучше бы было быть, не знаю, ягачным ключом. Никакого постоянства, кроме очередных глупостей. Какой-то сюры, как строить дом из песка на берегу моря и расстраиваться, что его смывают песком. Но с такими героями, которых мы сегодня с вами видели, надежда тает быстрее, чем бюджет на новые танки. Берегите себя, подписывайтесь на мой канал, на канал 24-го. Ставьте лайк на этом видео, на других видео. Это важно для того, чтобы YouTube понял, что эти видео можно показывать большему количеству людей. И нас с вами станет больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!